Когда искусство, то же дипломатия. Вот так ёмко можно охарактеризовать выставку белорусского живописца Валерия Шкарубы, которая открылась во Дворце Независимости. Обычно в этих стенах проходят политические мероприятия, встречи высоких гостей, саммиты, переговоры. Теперь эта известная далеко за пределами Беларуси площадка станет и местом самовыражения людей искусства. И вот сегодня здесь картины белорусского мастера. Его работами вдохновилась и Ольга Коршун. В этой светлой мастерской у Валерия Шкаруба всего несколько работ. Много полотен на выставках. Вполне объяснимо, художник – один из самых известных белорусских живописцев. Его пейзажи знают в Японии, Италии и Австрии. Но душа художника целиком и полностью в Беларуси. Мы когда были в России на пленере, огромный был пленер, много людей в Владимирской области. Все, конечно, художники бросились писать церковушки. Мы ходили, ходили, выбирали какие-то кусты, которые похожи на наши белорусские. Понимаете? То есть краю оно ближе. Тем временем для новых работ мастер готовит кисти. У него их десятки. Привозит изо всех зарубежных командировок. Это небо? Небо, облака. О, это для воды. Один итальянский художник назвал творчество Шкарубы магическим реализмом. Одновременно понятные и таинственные. Его полотна гармонично вписываются в любые интерьеры. Картины заняли свое место и во Дворце независимости. Сегодня там открылась выставка Валерия Шкарубы. Символично, что выставка проходит именно сейчас. Ранняя весна. Любимая пара года художника. Вдохновляет его и поздняя осень. Именно эти две пары года наиболее часто находят отражение на его полотнах. Именно отражение. Картины настолько реалистичны, что их иногда легко спутать с фотографией. Приживутся ли картины во Дворце независимости? Автор заметно волнуется. Такое мероприятие здесь проходит впервые. Да и атмосфера во многом обязывает. Поддерживают коллеги, чьи работы уже нашли место в интерьерах Дворца независимости. Один из залов украшает панораму утреннего Минска Владимира Товстика. Он отмечает, искусство это тоже дипломатия. То, что такая выставка появилась здесь, это напоминание, что земля, на которой эта страна находится, это соль этой земли. И служить ей надо, и относиться к ней бережно. У Воголя вельми хорошая импреза. И у Воголя, скажем, гэтый палац не мусить быть одно протокольным. И он повинен насыщаться культурой. Дворец независимости не впервые приоткрывает двери для белорусов. Уже не один год там проходят экскурсии. Выставки белорусских мастеров должны стать еще одной традицией, которая поможет белорусам больше узнать о своей истории и настоящем.